Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости моего канала. Настало время ответить вашего вопроса, куда я пропала. Ну, собственно говоря, я здесь, но моя улыбка уже вам выдала ответить вашего вопроса. Как вы уже увидели, у меня течёт такая перемена, которая связана с неисправлением зубов. И просто ради этого мне захотелось, так сказать, отойти на некоторое время, потому что всё-таки мне самому нужно привыкнуть. Потому что, знаете, ну, конечно, всё меняется, зубы меняются, они занимают новое место. Это вообще процесс очень сложный, очень интересный, также слегка болезненный, слегка неприятный, дискомфортный. Но всё-таки даже есть и забавный элемент в него. Итак, я просто решила отойти на некоторое время, чтобы привыкнуть к своего нового прикуса, так сказать. Это связано тоже с переменой, которая идёт сейчас. Если кому любопитна, кому хочется узнать больше насчёта выбора, исправление зубов через метода брекеты, нету им визуалайне я здесь ничего не могу сказать, но брекеты, как вы увидите, то можете задавать свои въпроси. Но я хочу сразу сказать, что я не ортодон, я не являюсь специалистом. И мои ответы могут быть связаны только насчёт моего личного опыта. Но всё-таки это знание, которое, вероятно, сможет вам помочь. Также и по вопросу насчёта рутины. С утра, вечера, что я делаю? И кто у меня сейчас является первый друг? Это Waterpools или Waterpik, это зубной такой душ. Но, так, сразу в теме пришла, сразу в теме зашла. Но, собственно говоря, я здесь, видео будут, но просто будет некая перемена. Кому неприятно смотреть на брекетах, я, конечно, извиняюсь, но это нужно. Для кого-то может выглядеть, что это каприз. Для кого-то может выглядеть, что это необходимость. Сразу скажу, что насчёт каприза нет. Вы знаете, у людей всегда было стремление, чтобы у них были красивые, нормальные, правильно поставленные зубы. Но, к сожалению, в последних поколениях мы наблюдаем все больше и больше людей с улыбкой, которые, так сказать, знаете, как зубы не на том месте находятся, где должны быть. Надо их исправлять с раннего возраста. Или если это по каким-то причинам не сможет случиться тогда, то надо всё-таки искать способ исправить это. Потому что потом может быть, ну, знаете, собственно говоря, проблемы из прикуса, ради которых могут страдать зубы, и они могут ломаться. Но это уже такая глубокая тема. Итак, если кому-то будет интересно, я могу заснять видео насчёт, что я пользуюсь, какие зубные пасты, какие аппараты, какие нити. И даже если вам интересно, сейчас просто могу так информативно, коротко пройти... Много, много здесь. Так информативно, коротко пройти чрез всех этих друзей, которые вообще, знаете, они и везде со мной, и с утра, и вечера, и каждый раз, когда я что-то покушаю, даже когда я и кофе пью, потому что я очень люблю кофе, ну, да, я не курю это, это хорошо. Иначе это будет дополнительного проблема. Так, ну, сразу перейду на этот вопрос. Если кому-то будет любопитно, может отсюда, от этого момента, продолжить смотреть видео. Так, один большой помощник, который просто, он выручка во всех ситуациях. Конечно, невозможно его таскать с собой. Не, в принципе, возможно. Ну, как сказать? Ну, ладно, вы идёте где-то на... чтобы отдыхать, отдохнуть, или просто даже, возможно, таскать с собой, ну, это большое, ну, как вам удобно. Итак, а, начну с того, что будет задолжительно, чтобы у вас находилась особенная щётка, которая постоянно должна находиться у вас в сумочке. также эти инструменты. И, конечно, у них разные, ну, разные размеры. Они разные просто... Сейчас можете увидеть, это самые маленькие. Хикс с Хикс. Сразу становится ясно, о чём идёт речь. И начнём с самого большого друга. У меня марка Water Pulse. Также очень на... Очень известная марка является Water Peak. Ну, это зубной душ, так сказать. У моего объём... Ну, если правилно помня, объём где-то 200... Не... Мало, чем 300 милилитров, что-то такое. Даже здесь не указано. Интересно. Ну, ну, знаете, на один, на два раза это вполне достаточно. Ну, тем более, если у вас есть брекеты сверху и снизу, то, ну, два-три раза, смотря где, что, как. Итак, он очень хорошо помогает. Иногда он может вырючить вас, если по какому-то причине у вас нету зубной ниты. Так. Насчёт зубного душа. Он не заменяет. Он не может заменить их. Не может просто... Знаете как? И они нужны, и он нужен. Но если вам нужно быстро очистить брекеты, освежить полость рта, и даже где-то в междузубных пространствах, особо там, где нит не может... Где зубные нити не могут выйти, он является большой-большой-большой помощник. Из этого я говорю, что он есть и будет первый друг. И даже после, когда вы уже не будете больше носить брекеты. Итак, даже если у вас нет брекеты, просто заберите найдите и пользуйтесь. Конечно, у него есть несколько виденокрайников, но это самый удобный. Он очень хорошо помогает. Поскольку это слегка возможно неэстетически, но как сказать, зачем неэстетически, просто это идет речь для исправления зубов. Ну ладно, покажу. У него накрайник очень прецизный и может помочь вам направить его в нужное место, в нужный уголок полости рты для максимального очищения и комфорта. Конечно, здесь можно не только водой ползывать, но и зубная вода. Я этого не делала. Я просто использую нормальную водичку, холодную или просто нормальную комнатную температуру. Но горячая ни в коем случае нет. Также он облегчает очень хорошо, когда есть некие боли. Он сам первый день после нацепления новых резинок. Ну да, они меняют регулярно, меняют эти дуги и конечно фиксируют их в моем случае. Это не автоматически, это благодаря резинок. Итак, он очень хорошо очищает эти пространства, также облегчает, если где-то есть боль. Итак, зубные нитки, они очень 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 нужны, поскольку он может очистить зубные пространства, но то, что водная история не сможет так механически, благодаря давлению, которое мы сами можем оказать, то на помощь идут зубные нити. за пример я пользую сейчас эти, они новые для меня, Don'tudent, Diem, я купила их из Болгарии, и эти нити, они выручка, просто они особо важны, если у вас есть зубов, которые очень прижаты друг у друга, и когда вообще даже есть такие случаи, когда вообще невозможно ничего пройти. Почему именно эти? Потому что они не круглые. Не знаю, на камеру будет видно, но они очень-очень тонкие, видите, как они меняются, и благодаря этого качества, которое они обладают, благодаря этих качеств, можно очень хорошо просто очень хорошо сколзнуть их и ввести между зубов. Очень хорошо очищает. Есть также один проблем. Ладно, здесь как-то мы можем легко вткнуть эти нити, но это очень важный инструмент, здесь несколько есть, это из бренда GUM. Это знаете, я где-то увидела переведено, как водитель, водитель нити. То есть эта часть острая, надо прийти между брекетов, потом здесь, ну, как, если вы занимаетесь рукоделием, это то же самое. Таким образом, можно очень легко помочь зубную нить попасть между брекетов и тем более легко потом попасть между зубы. Просто проводить легко, самым быстрым, легким образом. Так, это очень важный инструмент. не забывайте эти инструменты. Они могут помочь очистить зубов между брекетов и зубов и между самых зубов. Сейчас эта марка Тепе самая маленькая является эти. И из розмана я салат стрибе. Есте зелене, извините. Так. Розами они являются самая маленькая. сейчас покажу вам. Если зубы очень прижаты к другу, если они настолько скручены, выкручены, то только этот размер может помочь маленькая-маленькая-маленькая такая щеточка. Ну, вообще они идут в несколько размеров и являются очень-очень-очень полезным средством для убирания остатки зубного налета. А это очень важно. Это просто очень важно. Насчет зубных щеток. У меня есть три вида, которые я люблю ползоваться. Я пользуюсь им каждый день. После рано сутра, после завтрака, после каждого питания, даже если что-то маленькое, ну, никак, просто никак без этого. Так, это является марка плата. есть два цвета, как вы видите, белый-белый. Они более длинные. И здесь есть такая синяя полоса, которая намного ниже. То есть, это место является того места, где брикеты попадают. И таким образом чистить их очень легко. Но можете пользоваться и чувствительных зубов. Не знаю, если вам видно. Они очень-очень мелкие, нежные такие нити. Ну да, это как косичка такая очень нежненькая. Они идут как среднее мягкость, так сказать, и очень мягкие. Чем они мне нравятся? Они очищают очень хорошо брикетов сверху, снизу, между пространства, насколько это возможно, конечно. Если это невозможно, то тогда они эти маленькие щетки интерденталные помогают. Я вам рекомендую забрать, взять с собой и купить вообще использовать такую щетку тоже. Может с другого бренда, но такой тип точно. И еще одна тоже бренда Триса, но Эсти бренд СТП, это просто очень такая острая является и мне ради этого нравится более так прецизного ощущения может идти, где вам что как нужно и она много мягкая. на счет зубных щеток да. Так, паста для зубов. Я здесь покажу только два продукта. Вы можете пользоваться обычной пастой время дремени, но будет очень важно чтобы у них как и у ваших зубных ополоскивателей то есть зубная вода ополоскивател для полоски рта на русском языке чтобы там было наличие ксилитола. Это очень важно. Я сейчас в это видео на этого момента покажу только две пасты которые пользуются одна из них Faberlic поскольку надо быть очень осторожны насчет зубного налета очень хороший продукт и другая которую скоро я просто увидела и решила взять это такой бренд VITIS она специально для людей которые у которых есть брекеты не задолжительна покупать точно этот бренд есть но я просто иллюстративно вам показываю это то что я сейчас нашла сейчас купила и сейчас начала пользоваться прекрасно пахнет зеленое яблоко такая свежая зеленое яблоко так да надо сказать что у нее тоже есть наличие ксилитола есть алоэ лантуин много чего другого полезного если найдете это оберти или просто такой подобный продукт мой дентист она порекомендовала это не только когда мы носим брекеты но и в принципе для превенции кариеса и для оздоровления ну так сказать чтобы поддерживать зубной майл достаточно здоровый есть такой такая маленькая паста скорее всего как крем она для детей но также и для взрослых так прошу обратить внимание в этого случая она порекомендовала этого продукта мне но каждый продукт подобных качеств вы можете применить на себя на своего дитя и так далее вообще на членов семьи тут мус gc tooth mousse я так понимаю это как бренд является ну и в принципе как мус для зубов так есть биоактивный кальций и фосфат также есть другие составки которые не могу точно сказать профессионално профессионалов это намного лучше разбираются только скажу что есть глицерол ccp acp death orbital cmc na na3 может быть na так я покажу вам сейчас потому что я верю что это очень важно все-таки увидеть нажмите на паузу и спокойно прочтите так продукт производитель в сша тоже есть у него ксилитол и много чего другого она мне сказала что мне надо нанести лучше вечером перед сном так потом удалить насколько я понимаю знаете я опять спрошу но если я правильно поняла просто надо нанести на необходимые участки и просто так спать у меня всегда есть такое ощущение что надо полоскнуть даже после специальной воды для зубов полоски ватали для рта так есть еще один элемент который еще один продукт который очень важный он также для детей но и для взрослых и особенно важно когда у вас идет такая коррекция зубов с брекетов так в этом случае я купила в первый раз есть также продукты как таблетки но это намного легко для применения так это бренд снова бренда Дием супермаркет други ректли Дием Денту Дент Джуниор так в чем состоится цель этого продукта как он может вам помочь ну очень просто он создан для детей на первом месте для взрослых чтобы научить их правильно и где нужно более усилий приложить чтобы очистить хорошо все зубы даже в очень труднодоступных мест так он применяется после после очищения зубов полосы рта и потом ополаскиваете рот и значит значит там после как вы очистили хорошо зубы полосы рта все применяете этого продукта и потом ополаскиваете то что останется между зубов как более темное ну темно темно-синий да так значит что там надо еще чистить что там есть старый зубный налет который просто надо удалить ну вот такой интересный продукт другой продукт который вам будет очень нужен особо если у вас есть брекеты на верхней и нижней челюсти одновременно потому что этот проблем начал обостряться когда у меня уже появились брекеты и нижней челюсти так посмотрите внимательно уриаш это такой бальсамчик который восстанавливает губы увлажняет их восстанавливает и это просто двоеручка лучшие друзья все эти продукты являются очень важными но есть такие которые просто знаете спасают и облегчают конечно мне хотелось показать здесь и ортодонтский воск но поскольку я очень редко его пользуюсь я сейчас сейчас у меня нет в наличии показать вам но он тоже нужен особо знаете у меня лично не был нужен на верхней челюсти но нижней челюсти был очень нужен особо там где это железо уже зачем нужен ортодонтский воск так так как зубы под это давление этого железа меняют свои позиции просто они занимают нормальное место уже и каким-то образом это железо выходит всегда с одной стороны ну всегда с одной стороны мои наблюдения такие и очень очень остро знаете она очень острая острее и твердая и просто дерет ужасным образом внутренние полости рта здесь из-за этого вам просто нужно очистить после очищения зубов сухой участок здесь просто с самого конца слегка слегка смелчить так между пальчиками маленький кусочек воск и наденут его туда там как будет вам удобно конечно этот воск со временем там один-два-три часа он уменьшается и вообще потом надо уделить этот остаток и положить инов соответственно если вам нужно но насчет этот бальсам я нашла что он действует самым быстрым способом насчет регенерации губах потому что каждое утро это был некий ад мои губы были очень сухие были знаете такие ранки появляются просто это очень неприятный процес зато до этого момента пока я не нашла этого продукта зато я вам сразу говорю этот продукт сразу берите его если вам нужно до момента кога я нашла его я купила вазелин купила вазелин в перемешку с трав и с маслом и там не знаю что уже но вообще всякие там травы и масла много чего много чего даже детский болсам излегбах но честно говорю вам а только это по рекомендация моего дентиста не ртодонта дентиста потому что она сама пользуется я купила его и очень 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 приятно очень быстро он восстанавливает кубы увлажняет их и защищает и знаете это могу сказать что является даже очень приятное ощущение такое когда вы поставите его перед сном он не липкий он знаете когда значит так я надушу его и сразу сразу я начинаю чувствовать что-то есть такое ощущение как обезболивающее и губы не 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 имеют но есть такое успокоение потом оно приятное увлажнение губы не липнут и вы пробуждаетесь с утра свежими губами там ранки нету там все спокойно никакого высыхания пересыхания там на повързности губ нет так что берите смело берите смело если вам нужно просто сразу ищите этого продукта или подобен подобный такой подобен нему продукт это очень важно 15 мили литров не стоят очень дешево но зато очень помогает это не является реклама это просто из моего опыта потому что я говорю вам бальзамы вазелин и в каких там ну не знаю то что вам придет в голову как комбинация вазелин с маслами с травами то все купила а просто была нужна один раз отдать эти деньги для этого продукта выручает помогает спасает и так если у вас есть интересные такие вопросы насчет брекетов я смогу ответить конечно не на всех из них но знаете как вопрос в том надо ли вам такая перемена из-за чего вы ее хотите сделать потому что если вам там нужно чтобы исправить один-два зубы один-два зубов но при том у вас нету некий большой такой проблем так сказать вы можете спокойно обойтись с инвизолайн но для всего этого нужна консультация у ортодонта и просто выбирать правдовую систему для вас но нет я сразу хочу сказать что речь здесь не идет о каприз а необходимости потому что и даже необходимости еще в раннем подростковом возрасте думать как исправлять такого рода проблемы если нужно если нужно потому что знаете что тогда если нужно расширить челюсть это намного лучше получается чем потом и так есть такие специфики которые можно только ортодонт помочь но брекет тоже инвизион тоже являются некое решение смотря на то какая то что перемена вам нужна и так ну в общем знаете хотела сказать что-то другое это очень модно сейчас накачивать губах у меня нет накаченные губы я вообще человек который любит всего естественного это не значит чтобы не смотреть за себя и не как сказать не ухаживать за себя нет естественного такого смысла что зачем колоть если корень проблема может находиться где-то на другом месте я сейчас вам скажу это очень много девушки я тоже так думала что ну если вы помните из моих других видео у меня всегда нижняя губа выглядела более так нормальная более объемная нежели чем верхняя я говорю до добрых этаж да поскольку я так думала я я не знала что у меня есть ортодонтские проблемы я просто думала что у меня не хватает объем что меня не хватает объем губы вообще на губах и думала так время от времени про уколы но как-то я не хотелось этого я имею ввиду когда вам говорю ну зачем уколы когда это вообще неестественно колоть там что-нибудь это и риск и вы не знаете как ваш организм может регировать но обратите внимание на следующее так за пример в моем случае это был не это была нехватка объема в губах объема в губах да просто ортодонтские проблемы у меня не так были оформлены даже в этой передней части не как надо были оформлены зубные редисы и сейчас когда я разговариваю общаюсь с друзьями которые видят меня после этих месяцев перемен которые пока еще идут но все-таки это очень заметно что у меня как-то появился некий нормальный для меня для моего лица объем в губах и это происходит естественным образом я опять говорю вам я ничего не колова кто-то может подумать ну ладно эти брекеты они передвигают губы вперед слегка возможно что они да там все-таки они очень маленькие но слегка слегка да возможно чтобы они что-то там передвигали но надо знать что за пример моего случая зубные редисы они переместились вперед больше чем полсантиметра просто они заняли своего положения которое они всегда были должны занять так сказать и в результате всего этого просто все передвинулось и как-то ну нормально этот рельеф получился и то есть сразу я увидела что у меня есть нормальный объем на губах они нормальные объемные для моего лица и собственно говоря ничего не нужно там колоть так что дорогие девушки если вы думаете об уколах и такого рода мучения просто задумайтесь остановитесь на там на две минуты подумайте нет ли у вас ортодонтский проблем то есть что-то там в зубах чтобы мешать что вы мешаете в ваших губах показать себе в естественном объеме нужно задуматься прежде чем говорить себя и так каждый решает для себя будет ли применять некая система для исправления зубов или будет колоть себя или как но просто это очень важная деталь и если вы сами не задумаетесь если кто-то вам не подскажет то косметолог вам никогда не скажет не знаю либо они не знают либо у них нет интереса сказать вам подсказать итак другое другой важный момент возможно что он не у всех случается или не настолько заметно так возможно чтобы после начала ношения брекетов так сказать когда вы начинаете носить брекетов возможно что когда зубы это очень важно для верхней челюсти возможно что у вас потеряется известное объем лицо то есть у вас baby face некоторое время он может вообще исчезнуть или просто на некоторое время потому что в таком периоде вы не будете давкать нормально как до этого и эти давкательные мышцы они слегка слегка теряют некоторые некоторые проценты своего объема имейте это ввиду ну это естественный процесс и просто не пугайтесь другое значит да если у вас как у меня за пример зубы уже передвигаться впереди если такая нужда исправить то это слегка такое знаете как форма лицо становится более структурировано поскольку меняется и прикус но это добавляется уже слегка уменьшением объема этих мускул потом потому что мышцы потому что как я уже сказала мы не пользуемся ими полного не пользуемся их полного капацитета зубы все-таки чувствительные и этот вообще период когда эта перемена идет он осознавая или не осознавая это он большой стресс для организма правда я вам говорю это большой стресс для организма иногда мы ощущаем этого иногда мы ощущаем этого вообще и так ну если у кого-то нужно решать надо ли ему делать то есть исправлять зубы также и прикоса знаете хорошо чтобы все было в порядке да хорошо потому что потом будет более легко и доступно чистить зубы да некоторое время нужно спать с ретейнерами нужно носить их месяцами ну это уже там индивидуальные случаи пока еще я могу только сказать то что я начала потому что я до этого не дошла у меня пока еще есть брекеты на обеих челюстей и просто сейчас я нахожусь так сказать середине лечения исправления другой интересный даже забавный момент вы уже видите что ваши зубы на новых мест находятся вы ощущаете их по-другому язык ваш изнутри ощущать все по-другому вообще объем внутри меняется как и снаружи но это видно уже ну я говорю про ощущение ощущение так ваши зубы на новое место но не спешите говорить очень быстро потому что вы найдете что у вас как сказать ну грубо сказать что вам будет нужно учиться говорить заново поскольку зубы на новое место на новых местах все по-новому по-новое вам будет нужно использовать новые мускулы и если говорите очень быстро вы можете не просто ударить зуб у зуба так так сказать потому что все на новое место находиться понимаете и вы еще не 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 создали для себя этого нового рефлекса что где находиться как мне надо да тело само справляет за сете но просто говорите бавно и нормально потому что уже несколько раз случилось говоришь человека и я кусаю себя почему потому что все на новое место также интересно что ощущаем что мы начинаем пользоваться некие новые мускулы было то здесь 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 поскольку есть очень много мимических мускулах и мы что-то ощущаем но не можем объяснить это просто случается интуитивно так что говорите так сказать слегка медленно потому что все меняется вы за новое учитесь говорить даже сейчас когда я вам говорю я не просто вспоминаю некоторые комичные моменты очень комичные да но я даже сейчас так слегка кусаю себя поскольку сейчас перемена идет здесь в нижнюю челюсть и так ну да нощение брекетов исправление зубов благодаря этой системой это может быть знаете это просто путешествие у которого есть спектр всякие ощущения настроения сначала может быть больно пока вы привыкнете все-таки это неестественное положение да неестественный процесс но он идет чтобы исправить и улучшить ваш прикус как сказать зубная рядится чтобы вам было не просто легко чистить зубов но и чтобы все было на правильных местах но это и такое что вам нужно привыкать по-новому нужно привыкать по-новому кушать потом слегка слегка потому что я уже сказала что зубы на новое место ну а смотря на то какая то что перемена у вас идет это индивидуальный случай у кого-то удаляют зубы у кого-то возможно тут добавляют имплант если там что-то не было то есть если была нехватка зуба одного зуба или два ну вообще по-разному так что есть некий период на адаптации который идет и это может быть и больно и забавно так что ну если вы решили если вам надо и никуда деваться не пугайтесь просто идите смело вперед ну если это вам правда очень нужно мне было нужно и надо было сделать это раньше но были обстоятельства которые мне это не позволяли а также самое важное обстоятельство что мне как-то не хотелось было уже никуда деваться и так спасибо для вашего внимания что вы снова с меня на канале надеюсь что так поверхностно показаны все эти новые друзья вам они дали ответы на некоторые вопросы помогли каким-то образом так информативно ну я рада что мы снова увидимся я конечно не могу увидеть всех из вас но вы меня видите большое спасибо за комментарии я вижу всех из них не всегда могу ответить но мне очень приятно когда вы пишете итак это новая тема на моего канала это не будет как влог потому что и сам канал так не был задуман но если что-то интересное насчет этой темы если вам также интересно или упитно если я могу помочь потому что мне тоже была нужна информация когда я начала носить брекеты то я постараюсь ответить на ваши вопросы в другое видео и возможно снять видео рутин так ну самое важное если у вас уже есть брекеты и вы заметили также перемену у своего лица это вполне нормально так что не пугайтесь если процесс также идет слегка полезен в некоторых там частей челюсти это тоже нормально тоже не погайтесь если вы находите такие забавные интересные комичные моменти как и у меня там насчет кусание себя можете поделиться в комментариях будете интересно только у меня ли так помню помню было одиночный интересный такой серьезный разговор и посередине возвращения и посередине продолжения я просто говорю так и боже я так силно укусила себя ну понятное дело и так да случается и такое спасибо вам за внимание увидимся во следующем видео всего наилучшего видео наилучшего Продолжение следует...